друзья всем большой привет сегодня 27 августа и мы продолжаем обзор томатов которые я посадила в 2022 году и сразу же переходим к томату который называется тундра снимем спелый и попробуем разрежем его посмотрим какой он на разрезе вот такой вот он крупный вот это вот маленький размер средний размер вот так мы практически все уже сняли я оставила чтобы специально показать вам он вот такого цвета даже не могу сказать какого здесь и зеленый цвет есть болотный такой коричневый красный и желтоватого чуть-чуть то есть вот тундра дима по цвету и назвали томат это канадская селекция бифтомат арбузная мякоть семян немного семена зелененькие томат спелый но семена вот пульпа зеленая ну как всегда томат сладкий пробуем очень сладкий кислоты практически нет следующий томат который называется кастельяно это гибрид от агрофирмы партнер вот он вела его в три ствола он очень красивый красный насыщенный красный даже алый с плотной кожурой и плотной мякотью то есть это не бифтомат это толстая стенка и сок давайте посмотрим эти томаты долго хранятся транспортабельные лежат после того как вы снимете их даже спелыми могут лежать более месяца вот посмотрите толстая стеночка много семян очень сочный даже хрустит он плотный мякоть у него тоже плотная вот это классический вкус томатный где есть присутствует настоящая томатная кислинка он больше кисленький чем сладкий вот у сортовых томатов часто бывает что не чувствуется кислота а вот в этом собрано все и кислота и сладость очень вкусный томат ну и хранится он долго это его плюс поехали дальше следующий сорт который мы с вами попробуем это американская селекция томат северное сияние лежит он у меня потому что я напомню они у меня падали полностью весь этот ряд рухнули все томаты этот практически вот я его подняла наполовину дозревали они уже на мульче вот такой красивый томат он биколор то есть присутствует несколько цветов два желтый и красный и от этого он вот такой разноцветный вот такой он красивый и внутри тоже розовый цвет прям присутствует попробуем салатный сорт очень сочный вкусный мне нравится дальше поехали следующий сорт томата это дулька пипочка или сызранская лиана по-другому вот он я его вела в два ствола вот вы их видите здесь два растения рядом здесь два и здесь два то есть немного мы томатов уже сняли с нижних кистей и вот эти вот длинные кисти они практически достают до земли давайте попробуем посмотрим какой он на вид дулька пипочка видимо название такое дано потому что вот такой носик смешной у помидоров но они очень красивые элегантные томатики так давайте вот так разрежем ух ты какая толстая стеночка это томат для консервации очень хорош будет у него достаточно плотная не скажу как у костыльяна шкурка но тоже плотная чуть по менее плотнее но очень толстая стеночка вот этот как раз вариант он очень удобен для консервации это сорт сорт города сызрань самарской области старинный сорт очень сочный вот эта мякоть она не жесткая но очень мягко в то же время томат держит форму в консервации он будет хорош поехали дальше и еще один томатик который я хочу показать вам впервые также его сажала в этом году этот томат называется сержант пеппер красный вот такой вот он красивый когда он вот не в спелом виде еще когда он только-только набирает массу он практически фиолетовый него только носик зеленый они вот все такие фиолетовые висят антоциановые верхушка шапочка потом по мере поспевания он становится вот таким вот красным плечики у него темнеет становится бордовым темно бордовыми а здесь очень красивый цвет ну давайте попробуем вот этого вот поспевшего гиганта красавец тоже бифтомат очень много мякоти арбузная мякоть и семена семена тоже по периферии есть семян немного но они присутствуют мне аж даже слюнки побежали попробуем очень вкусный я даже скажу что вот этот антоциановый преобладает вкус у всех томатов я не могу его описать просто вы поймете когда попробуете чем они отличаются от обычных красных либо розовых томатов вкусный с небольшой такой вот кислинкой и привкусом антоцианов теперь переходим во вторую мою теплицу 3х6 метров ой 3х4 3х6 вот эта теплица мы в другой моей теплице и здесь я тоже покажу вам несколько томатов на переднем плане томат грушанка минусинская его поели немножко сороки видите потому что мы живем в 7 километрах от своей своего огорода своей теплицы и вот такая вот картина по приезду давайте попробуем грушанку сорт высокорослый томат для открытого грунта и теплицы вот такая грушанка минусинская очень сочный сук прям капает семян много мякоти тоже много очень сочный давайте попробуем его очень сладкий томат очень сочный сладкий прикольный мне нравится сразу переходим к следующему томату который называется тайга это подобный сорт мы смотрели и пробовали в той теплице назывался тундра канадская селекция так вот это тайга из той же серии мы сейчас с вами его попробуем так аккуратно тоже очень красивые тоже плечики зелененькие оливкового такого цвета и здесь полоски красный желтый давайте разрежем его и попробуем красивый внутри если снаружи он более красных оттенков то здесь зеленый внутри тоже несколько оттенков очень красивый и красные вкрапления есть и желтые ну и по краю по периферии зеленый цвет действительно тайга пробуем очень сладкий переходим к следующему автоматику вот он как раз передо мной висит это тоже мятежный звездный истребитель который мы уже с вами пробовали зеленого цвета но этот с носиком если тот был мятежный звездный истребитель в этой 16 то это мятежный звездный истребитель с носиком он другого цвета если тот зеленый то этот бордовый темно-бордового цвета с такими же красивыми полосками Как тот томат. Но оттенок у него другой. Очень красивая форма, очень красивая краска. Ну и я его уже пробовала, он очень вкусный. Давайте я вам покажу, какой он внутри. Внутри он не менее красивый, чем снаружи. То есть здесь он темный, а внутри чуть посветлее. Очень красивый. Сочный, мягкий. И вкусный. И вот у него тоже присутствует особый вкус. Очень отчетливо. Как у сержанта Пеппера Красного, но здесь еще более отчетливо. Этот вкус антуциановый вкусный. Ну, на любителя посадите, попробуйте одно растение. Попробуйте. Урожайность у него очень хорошая. Он высокорослый. Раннеспелый. И сорт. Можно собирать свои семена. Классный томатик. Здесь уже вот нижние кисти. Томаты все сняты. То есть это уже второй ярус. И дальше уже висят, поспевают. Следующий томат Бабушкина. От агрофирмы Партнер. Сорт. Сортовой томат. Второй год его сажаю. Мне тоже очень-очень понравился. Ярко-красные томаты. Круглые. Единственное недостаток у этого томата. У него дрескаются плечики. Вот здесь вот на шапочке. Ну, в принципе, нисколько его это не портит. Если вовремя снимать и съедать, перерабатывать, то, в принципе, это не мешает нисколько. Так, он поспел. Давайте его разрежем. Детерминантный, высокорослый. Чисто красного оттенка. И снаружи, и внутри. Семян очень много. Мясо тоже красивое, вкусное, арбузное. Сочный прям по рукам сок течет. Вот у него вкус, насколько я помню, сбалансированный. Да, есть и сладость, и кислота. Он вот чисто томатный. Такой вкус имеет самый настоящий помидор. Очень вкусный. Для переработок, для соков, для кетчупов. Ну, отличная вещь. Еще мне нравится в нем то, что он не мельчает к самому верху. То есть томаты вот здесь уже сняты. Это второй ярус. Здесь тоже уже снимались. На втором, вот видите. И там вы можете увидеть тоже крупные. Вот, висят. То есть он нисколько не мельчает до самого верха. Вот этот томатик я тоже хотела вам показать. Я его еще не пробовала. Он среднеспелый, высокорослый, индетерминантный. Сорт называется пляшным томатом. Кистевой вид томата. Давайте с вами попробуем какую-нибудь красивую кисточку. Оранжевого цвета. Очень много их на кистях висит. Вот видите, какая красивая большая кисть. И кисточки эти идут вот прям до самого верха. Вот здесь вот видите зеленые. Урожайность мне уже нравится. Мне нравится, что это сорт для засолки. Стомат хороший. Крепкая кожура. Но чувствуется, что внутри он мягкий. Давайте и так, и так разрежем. И какой-нибудь еще. И вот так. Вот так вот он выглядит. Стеночка, посмотрите, какая толстая. Тоже прям замечательная. Это его спелость. Вот в таком виде. Для заготовок, для засолок, для маринований отличная вещь. Давайте попробуем его. Фляжный томат, наверное, селекция немецкая. Но я предположу, потому что покупала я на сайте дачная коллекция семена. И селекционер там и страна указаны не были. Поэтому предположу по названию, что он оттуда. А вот в этом томате сильнее преобладает кислинка. То есть, кто любит настоящие такие томаты с преобладанием кислого вкуса, вот это его. Но я думаю, что в засолке, если добавить побольше сахара, будет просто незаменим. Ну и последний томат, который я на сегодня хочу вам показать, это томат паста Бернандини. Вот он, красный. Вы его видите здесь. Нижний ярус собран. Давайте мы с вами выверем спеленьки и попробуем. Это томат коктейльного типа, хотя я не скажу, что коктейльного, как было указано в аннотации к нему. Достаточно крупные томатики. Итальянская селекция от семи Бернандини. По их фамилии и названным томатом. Это сорт. То есть, можно разводить дальше себе. Тоже подобный вот этому, да, томату. Но поплотнее шкурка. Мякоть поплотнее, чем у оранжевого, у фляшен томата. Красивый внутри. Ну и обещает вкус сладкий. Попробуем. Ну, он слаще, чем оранжевый. Но в нем есть все. Вкус достаточно сбалансированный. И сладость есть, и свежесть, и кислинка имеется. Вот, насколько раньше я пробовала оранжевые томаты, они самые сладкие. Если сравнивать красный и желтый, оранжевый был всегда слаще. Вот в этот раз, вот именно вот сейчас, история другая. Оранжевый чуть кислее, а красный слаще. Оба сорта, оба засолочных на переработку будут замечательные. Сегодня я показала вам еще не все томаты, которые у меня растут. Я не успеваю в своих видео показывать все, потому что видео становится очень длинным, и вам не захочется просто это смотреть. Поэтому в следующем выпуске мы с вами посмотрим еще несколько сортов. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.